В Москве прошли переговоры министра иностранных дел России Евгения Примакова с главой внешнеполитического ведомства Республики Узбекистан Абдулазизом Камиловым. В ходе встречи обсуждалась ситуация в Центрально-Азиатских республиках и вопросы развития двусторонних отношений. Россия и Узбекистан заинтересованы в том, чтобы дестабилизирующая волна из Афганистана не захлестнула Республики Центральной Азии, заявил Евгений Примаков. Затронув тему таджикского конфликта, министр иностранных дел Узбекистана в частности сказал. Что касается поиска путей урегулирования, это, конечно, прежде всего задача самого правительства. Мы можем только высказывать, так сказать, ну, наше видение, высказывать наши пожелания о том, что можно было бы сделать. А можно было бы, и, видимо, нужно было бы, прежде всего, быть готовым идти на взаимные компромиссы, принять встречные движения. Накануне переговоров Абдулазиз Камилов присутствовал на презентации книги президента Узбекистана «Ислама Каримова. Стабильность реформы», изданной накануне пятой годовщины независимости республики. Книга объясняет узбекскую модель экономики, которая, по мнению специалистов, доказала свою жизнеспособность. Здесь же дается отношение президента к оппозиции, обвиняющей его в диктаторстве. Однако Ислам Каримов считает, что в переходный период от одной системы к другой для обеспечения стабильности необходима сильная исполнительная власть. Впрочем, как известно, этой точки зрения придерживаются многие экономисты и политологи не только в странах Содружества.